60 минут о самом главном. Здравствуйте. Мы, естественно, начинаем с кадров прямой трансляции. Путин позвал лучших вирусологов страны, чтобы спросить, как действовать дальше, чтобы узнать их мнение о введенных мерах в стране, а также задался вопросом, можно ли сократить количество нерабочих дней. Прямо сейчас вам покажем это его заявление, но сначала. Действительно важно. До плато, я думаю, нам еще две недели, это точно, а может быть и три. То есть каникулы сокращать не надо, карантин останавливать не стоит. Понимаете, когда говорят обо всей стране, я говорю о суперкластерах, которые могут сформироваться в Москве и формируются. Это не вся страна. У нас страна-то огромная территория, больше, чем Европа. У нас страна огромная и в огромном количестве регионов уже приняли самостоятельное решение отправлять людей на работу, и мы еще посмотрим, чем все это кончится с точки зрения той самой статистики. Ольга, понимаете, в регионах, вот что я с Путином совершенно согласен, это должны решать специалисты. В регионах, да, права даны определенные губернаторам и так далее. И что мы видим? Местами, ну, такие глупости делаются. Ну, вот, я не знаю, коллеги, объясните мне, пожалуйста, для чего асфальт на шоссе, стерилизуемый, вот этими дезинфектантами, что, кто-то представляет, что вирус содержится на дорожном полотне? Да и даже если бы туда, даже если бы водитель какой-то... Я вам потом по декрету скажу, есть мнение, что отмывают деньги, а может быть и нет. А может быть важный психологический эффект тоже принципиально. Принципиально, когда в стране паника увидела асфальт, обработали, и отпустила, отпустила. Против паники. И не прилипла, зараза. И немножко распила денег. Чуточку. Заодно. Но это не то, что. На самом деле люди, которые знают, что такое настоящий карантин и что такое настоящая эпидемия, те как раз на это реагируют совсем по-другому. Поверьте мне, я вот на одном канале рассказывал, что я свою медицинскую деятельность начинал как раз работая на эпидемии холеры в Волгограде. Я там учился, был студентом. И нас студентов бросили на эту самую холеру. Холера это не коронавирус. Это гораздо серьезнее. И тоже там все было закрыто. Область, кто-то даже придумал, там жгли сельхозпродукты и прочее, прочее. И когда ты видишь вот эту самую машину и что-то еще, ты понимаешь, что происходит что-то страшное. Но при холере это было, вот эти все вещи, они были обоснованы, потому что решал, извините, тогда главный санитарный врач Бургасов и Валентин Иванович Покровский, гениальный ученый, да, с мировым именем, которые туда приехали и сказали, что вы делаете, арбузы не надо, ничего на них не будет. От этого ничего не будет, надо сделать вот это, вот это, вот это. И все, в течение года там все это локализовали полностью, и ни одного больного не осталось ни в Астрахани, ни в Волгограде. Не надо, потому что, когда я вижу, как... А антагиозность холеры какова? Ну, это не надо, здесь нельзя сравнивать, потому что вирус, это вирус, а это бактерия. Это поражает и попадает, и поражает кишечник, а здесь верхние дыхательные пути. Это все разное, но просто смертность от холеры, она совсем другая, понимаете, это совсем другое, она гораздо выше. И когда я вижу, когда стены на садовом кольце поливают какой-то дрянью, я думаю, что здание, стена ВТБ банка, это не стена плача, к которой приходят люди, да, что-то там делать. Это может подойти только до несколько обиженных вкладчиков. Ну, зачем же это делать? Это же просто глупость, вернее, это не глупость, это, наверное, просто отмывание денег. То есть кто-то кому-то отдал, надо слить вот эти самые дезинфекции. Давайте будем рассчитывать и думать, что это не знание и желание успокоить в первую очередь нас с вами, людей, которые совсем недавно получили дипломы вирусологов и теперь рассуждают об этом годично и круглосуточно, просто потому что страшно.